Приветствую вас дорогие друзья на канале F-Labs. Сегодня будем говорить о жирогателе Black Spider. Поговорим о том, как он работает, какие там есть фишки в его приеме, кому стоит, кому не стоит ее принимать, насколько ты с ним похудеешь, ну и собственно разберем еще такой важный моментик под названием как определить подделку у вас или нет. Начнем с того, как работает штука. Обычно ее принимаешь как проснулся по ранчо-утрицам, капсулу выпиваешь и она минут 40-50 начинает постепенно включаться. По ощущениям повышается температура тела, сильнее потеть начинаешь, мандраж в ручках появляется, сердцебиение учащается, прям ощутимая энергия появляется. Плюс к этому еще добавляется немножко повышение давления, в гипертонике все лесом идут, кто хочет жирогателем попробовать. Ну и собственно он до пиковых значений часа за три разгоняется после его приема и еще там часа три он постепенно уменьшает свое действие и отпускает. Соответственно, как эту штуку принимать нужно? По-хорошему есть два способа приема. В идеале, если вы рано утром проснулись, выпили капсулку и через 40-50 минут пошли на тренировку, это в идеале. Второй момент, если у вас вечерняя тренировка после работы, то есть в районе там 6-7-8 часов вечера, в этом случае жирогателем принимайте лучше часов там в 14-15-16 и соответственно, чтобы к ночи у вас он уже чуть-чуть более-менее отпустил и не вызвал сильную бессонницу. Потому что там дозировка кофейна довольно большая и из-за этого как бы сон у вас отложится в любом случае на часик-два. Вот это первый момент. Второй момент, жирогатель довольно острый. Вот прям капсулу, если вы раскусите, во рту будет просто пожар. Соответственно, если у вас есть какие-то проблемы с желудком, с обостренной фазой, то с жирогателем точно не нужно пить. То есть в эту же степь идут ребята у кого там вообще в целом с желудочно-кишечным трактом есть проблемы, язвочки, эрозии. Пролечитесь, потом уже используйте. Просто так его пить не надо, если у вас есть предрасположенность к этой болячке. Вот. Далее второй еще момент уточнения. Сейчас из-за того, что у нас позапрещали там ДМХ, там ДМАшку и так далее, все основные такие крутые компоненты, многие ребята, кто на них до этого сидел, слабее ощущают как бы обычные, так же разжигатели для обычных людей, вроде там того же спайдера. Вот. В этом случае, если вы там берете спайдер и такие типа слабенько для вас он ощущается, просто докупите отдельно Юхимбин, там ХКЛ какой-нибудь или Альфа Юхимбин, и там добавляйте 5, 10, там 15 миллиграмм этой штуки, вот, в принципе, вас тогда зарядит нормально. Вот. Как бы надеяться на то, что ты там принимал герань или ДМХ-шку там в конской дозировке и внезапно без нее тебя будут штырить жирики, ну, дело такое, не особо умное. Вот. На самом деле там еще там 3-4 или даже 5 месяцев должно пройти без вот этих вот запрещенных добавок в твоем организме, скажем так, чтобы у тебя обратно чувствительность к стимуляторам немножко восстановилась. Вот. При этом туда добавляется еще, если у тебя там в жизни стресса много, если еда дерьмо и так далее, то это еще дольше будет восстанавливаться. То есть тут чудо такого ждать не надо, что ты типа их перестал пить, и мгновенно прям все чувствуешь. Вот. Обычные жирожигатели сейчас будут такие вот, Синефрина, Юхимбина, кофеиновые. Далее, какой момент еще есть. Насколько похудеешь на Блокспайдере? Обычно, обычно за месяц в среднем по палате от 6 до 12 килограмм. Чем больше у тебя лишнего веса, соответственно, тем сильнее ты похудеешь. И чем меньше у тебя лишнего веса, тем меньше. Вот. Если ты совсем худой, не нужно думать, что ты прям до кости усохнешь. Такого не бывает. Теперь давайте поговорим о подделках спайдера. Если говорить упрощенно и без сильной математики, то подделки сейчас продаются в среднем там в районе 2 тысяч рублей, 2-2,5 тысячи рублей. Реже ее по 3 тысячи продают. В чем прикол? Если мы покупаем в США баночку, то средняя цена баночки с доставкой, с страховкой, таможенной пошлиной, что там еще было, ну, вроде все перечислено. Цена, по которой оптовик будет покупать это дело, она варьируется в районе 2 тысяч рублей. То есть, это цена без ничего, без налога, без наценки, без ничего. Что мы открываем, когда там поисковик открываем или что-нибудь такое, ищем BlackSpider, видим кучу чуваков продают по 2 тысячи, по 2,5, по 3. Физически не может оригинал стоить такие деньги. То есть, это делали где-то здесь. Вот. И, соответственно, как бы чуваки не палятся. Наглую продают. Второй момент. Нормальная цена будет варьироваться, там, допустим, добавляешь ты тысячу рублей на ценки к этому делу, да. Там, у тебя становится 3 тысячи стоит. К этому нужно не забывать добавить налог 7%. За экваринг также продавец платит 3%. Это к общей сумме все добавляется. Вот. Помимо этого, если ты там рекламой или маркетплейсом пользуешься, тоже довольно большая сумма добавляется. Там на рекламу 250-400 рублей в среднем на один заказ уходит. И в маркетплейсе, если мы там говорим об озоне, я лично на нем продаю эту баночку, то там просто 20% стоимости добавляется. Плюс на озоне еще есть такая фишка, типа персональные скидки. То есть я, допустим, баночку по 4400 выложил, а, соответственно, вы заходите на мою карточку товара и видите, что она там по 3800 стоит. Это озон как бы из моей комиссии чуть-чуть вычитается, чтобы стимулировать ваши продажи. Ну, озон так работает. Вот. Третий момент еще по оригинальным и неоригинальным банкам. Я просто обожаю этот момент. Типа все чуваки, которые продают по 2000 рублей баночки, говорят, вот типа там есть QR-код на баночке, ты на него посмотришь, там проверяешь, все отлично, по сайту бьется. Короче, эта тема подделывается уже там, блядь, с того момента, как она появилась. Вот. И определить ли ВАК у вас или нет по QR-коду вообще невозможно. Ну, вот. Примерно так с этим дело обстоится, с этими QR-кодами. Вот. Что еще стоит рассказать о баночке? Давайте поговорим там о побочках, противопоказаниях и там немножко, о ништяках, как ее принимать получишь, чтобы у вас результаты повыше были. Что-то побочки стандартные, повышение давления, мандраж от перезабытка энергии, острая капсула. Вот. Соответственно, принимаешь капсулку минут там через 30-40, обязательно сходишь посрать по-большому. Вот. Чаще будешь писать по-маленькому, ходить, сильно потеешь. В некоторых случаях может давление сильно повысить, поэтому если вы там гипертоник, его лучше не принимать. Вот. В остальном, в принципе, нормальная тема, он не сильно кошмарит. На самом деле, даже если сравнивать с тем спайдером, который был пару лет назад, он по ощущениям стал немножко легче. То есть, если раньше там совсем от него хреново, лично мне было, то сейчас он более-менее нормально переносится. Вот. Противопоказания какие? Допустим, вы хотите там забеременеть, планируете ребенка, у вас есть там какие-то острые проблемы с желудочно-кишечным трактом, обострения какие-то хронические. Вот. Если есть там какая-то аллергия на компоненты этой штуки. Соответственно, если вы никогда их не пробовали, вот такие же разжигатели, лично спайдер, всегда начинаете с половинки. Но, короче, есть нюансы, из-за того, что спайдер жутко острый, там, когда, ну, открываешь капсулку, две части там вот так разъединяешь, да, вот, соответственно, высыпаешь половиночку на ложку, важно в этот момент не дышать и не вдыхать. Короче, резко ложку в рот, запил, отошел там метра на 3-4 в сторону, после этого вдох делаешь, потому что перцем эта штука шмонит по-черному, сразу раскашляйся, если рядом с ним вдохнешь. Там прям у оригинала прям гранулки перца настолько маленькие, чтобы он прям мгновенно по воздуху разлетается, такая прям жесткая тема становится. Вот, соответственно, такой момент. Еще по противопоказаниям, что, 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 ну, кормление грудью, не помню, сказал, не сказал, ну, по большей части, вот, давление и все. Вот, по бочке, по бочке тоже такая тема, чтобы более-менее понятно все рассказал. Ну, давайте поговорим, как эту штуку принимать, чтобы получше худеть. Короче, самая частая проблема, когда чуваки принимают спайдер, они делают слишком низкий дефицит калорий. То есть в чем приколюха? В нем компонентов на сбивание аппетита не так много, и он сбивается не сильно. Вот. И если ты идешь на тренировку, там, по-черному въебываешь, грубо говоря, соответственно, и жрать сильнее захочешь. Из-за того, что компоненты не могут компенсировать, скажем так, дефициты. То есть ты вроде есть сильнее обычного хочешь, а порцию сделаешь себе меньше. Из-за этого приходит такой небольшой перекос, и у тебя начинается жор, грубо говоря, да? Вечером хочешь сожрать мамонта. Вот. И чтобы вот этой всей фигни не происходило, дефициты надо делать небольшие. То есть от своего обычного рациона немножко меньше делаешь дефицит, да? То есть немножко меньше еды. В идеале чуть-чуть больше жирного начинать кушать, и больше там салатов, зеленью, овощами вот такого вот в рационе. Жирное, оно, как бы так, на лишний вес не сильно влияет, но при этом довольно хорошо помогает сытость держать и, ну, сдерживает состояние ажора. Вот. В идеале там, как-нибудь здоровое кето по доктору Бергу, там, посмотрите на ютубе, в принципе, отлично работает, очень многие хорошие результаты показала. Причем сразу для долбодятлов, которые хейтят кето, скажу, что у кето есть две разновидности. Есть одна ябланская, которую большинство используют, и есть нормальная по названию здоровое кето. Вот на здоровом кето никаких побочек, вот тех, которые вот пиарят или пугают, стращают людей, никогда не происходит. И поэтому можете мне гадости в чате не писать, и мне насрать на ваше мнение, потому что вы о здоровом кете ничего не знаете. Вот. Примерно так дело обстоит. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, там, комментарии, что-нибудь еще новенькое можете рассказать, обязательно пишите об этом. И на этом все. Подписывайтесь. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok